КОНЕЦ 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 Вода в этих аквариумах есть менькая и махербайджанный колор. Пораз первый гатунок описал Питер Блэкер в 1852 году. Почеткующим аквариумам варто застанавливаться пред купным тих рыбок. Боцы вспомнилые, то что в сладководные рыбки ловят целые, ведь в аквариуме повинны быть триманы в группах от 10 до 12 особников. В меньших группах могут быть плохливые и агрессивные. На одну рыбку потребуется от 15 л, ведь аквариум должен быть повыше 350 л. В первом году жизни шибко росли и осуществляют 80 см длагости, а в следующих летах взросл поваливаются. В аквариумах дорастают до 20 до 25 см, плотность осуществляют в веке 5 лет, живут до 20 лет. Боцы вспомнилые, мая вытруженные, покрытые дробными лужками, помаранчево-глочистые циалы, с треха широкими тройкотными, цемными, пионовыми пасками и с пласким брюхом. Глоба дуга. Отпор гэмбовый в положении долгом четырема парами вонсиков. Первая прэнга бегнет от гурной части головы через окно. Вторая znajduетесь между головом и плотом грзбетом. А третья обнимает вправе целую часть огонного и приходит на плоте отбытого. Розыжение подсоединяющих трех точковых, не слиts. Самые самые большие и большие крохленные, чем самцы, подобные в веке. Преперерить аквара с лишными крышками и корженями, тоничками и рурками PCP. В подложках должны быть мекк это, пиашистые или пизодные градации с пласкими каменем. Светло должно быть распространено, потому что рыбки не любят ясного светла. Боцы любят выскакивать с водой, поэтому аквариум должен быть расслабленным. Зависимаем также аквариум с бочами, опросу мостного фильтра, который вытворяет рух воды, доводить на поверхность, потому что вода может быть очень хорошо натрынена. Потребная фильтрация и рация воды с текущим подмянем около 30-40%. Оптимальные параметры воды. Температура 24-30, pH от 5 до 7, ГХ от 2 до 12. В натуральном средовиске боцы wspаняли отживаются невелкими безкректовцами, ларвами, зооплактоном, лонами. Кармиц рыбки можно живым охотником, рулечником, водением, очником, артемием. Потребны будут и покармы похода рощинного. Например, мроженые дыни, цукини, спаженные листья, салаты, шпина, кулю, кишки и т.д. Биета должна быть разнообразована и богата покармом мясного рощинного, гарантирует добрым кондициям и интенсивное вываривание рыб. Можно кармиц также живыми, такими роженными и сухими покармами. Варто также означать, что рыбки лучше рожать, когда достают покармы живые и добрые. Рыбок нужно кармиц 2-3 раза в день, не в малых порцах. Боцы вспоминалые, не выказываем специальной агрессии в керунку иных гатунков, и так не залезащие тримать их с меньшими гатунками рыб. Лепее их тримать раздружными пилигницами, пилигницами с язер Малави и Танганика. Размножание. Не однотованное у данного размножания в воронках аквариевых. Обычные боцы вспоминалые, размножанные в душих фармах рыбных, в Азии полуднево-всходной и в Европе-всходной. При использовании гормонов. На это все. Все вопросы и комментарии прошу оставить под видео. Кто еще не субскрибует канал, то поновне захищем до субскрибции. Дякую. До свидания.